Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат в сельхознаук. И сегодня мы с вами продолжаем работы в саду зимой. Обрезка. Обрезка груш. Многие из наших садоводов-любителей стараются трогать груши как можно меньше. Дело в том, что груша, как ни одна другая культура, крайне эмоционально реагирует на обрезку. А именно, она начинает активно ветвиться. Она дает очень много волчковой поросли, особенно в тех местах, где до этого вырезали ветку, срезали другой побег. Можно сказать, что груша ведет себя как лернейская гидра. Взамен одного вырезанного волчка на следующий год она дает 3-5, а то и 10 новых. Так что же делать? Оставить грушу как есть, то есть позволить ей расти 5-6-7-8 и так далее метров в ожидании плодоношения, либо все-таки обрезать. Я считаю, что грушу обрезать нужно. И в первую очередь важно не упустить обрезку в первые годы ее жизни, когда крона только формируется. И таким образом мы избежим очень многих проблем уже во взрослом состоянии, когда придется вырезать ветки, которые загущают, которые заложены неправильно, которых слишком много. Второй момент. Если волчки после обрезки образуются, то не стоит ждать зимы, чтобы вырезать их. Волчки очень хорошо выламываются летом, пока они не одревесневшие. Благодаря этому приему, нехитрому, дерево не расходует питательные вещества на образование огромной массы вот этой древесины. Дерево имеет крону ажурную в течение всего вегетационного сезона. И вы убиваете двух зайцев. Получается двойной результат. Вы экономите силы себе на обрезку зимой, а дерево экономит силы, которые может направить на плодоношение. Если же получается такая ситуация, что нет возможности выламывать волчки летом, либо этот момент у вас не было дома, либо дерево довольно большое, то бороться с ними все-таки придется. Но при этом вам следует тогда сконцентрировать внимание на то, что нужно вырезать в первую очередь даже не столько эти отдельные побеги, сколько те ветви, которые дают максимальное количество волчков. То есть уменьшить количество, я бы сказала, даже скелетной древесины, которая активно волчкует. Ну и, конечно, это вырезка всего, что растет ни туда, ни там, слишком много, слишком далеко от кроны. Итак, перед нами хорошо развитое молодое дерево в самом расцвете сил груши сорта Завея вот с именно такой проблемой. Она очень любит образовывать волчковую поросль. И сейчас мы с вами займемся вот этим вот занятием. Попробуем привести ее в порядок. Получается именно на нижнюю почку, потому что именно если обрезать на верхнюю, именно верхнюю больше всего и дают потом этих самых волчков. Либо я еще обрезаю на цветковую. Она такая толстенькая. Сейчас вот это даже полностью буду убирать. Ее уже все, задавили. И задавили полностью вот эти ветки. Казалось бы, она не такая большая, не очень тяжелая, но тем не менее кору задрать она может. Ой-ой-ой-ой как. Когда с этим деревом работаю, с большими я очень активно использую сучка-орез, потому что и для срезки больших, и маленьких очень удобно. Вот, смотрите, какой большой. Фактически более полутора метров. Жирный волк. Фактически более полутора метров. Затем немножко поподсохшую. С таким хрустком, с таким треском отлетает просто жуть. Аж самой страшно. Я немножко укорачиваю те, которые растут вроде бы в нормальном месте, которые не загущают. Либо мы пытались заставить этот волчок плодоносить. Ну вот он дал хороший побег, который уже покрылся вот цветковыми почечками весь. Сейчас мы его немножко в сторону поведем, чтобы он не загущал ничего. Даже надо пониже срезать, потому что, вот смотрю, вот эта вот ветка вот мешается. Внутри кроны очень много сухих, отмерших уже плодушек, плодушечек, которые дерево само по себе заглушило именно из-за того, что тут слишком тенисто. Вот это тот случай, когда волчок превратился в плодоносящую ветку. Вот эти вот все толстенькие почки, это цветковые почки. То есть оно уже плодоносит фактически. В прошлом году, может, даже уже цвело плодоносило, а в этом в следующем. Так, здесь перекрещивается. Убираем перекрещивающуюся. Нам это не нужно. Здесь вот перекрещивается. Она хоть и хорошо как бы расположена, но перекрещивается вот с этой веткой, и она нависает, когда будет нагрузка, она фактически на нее ляжет. Вот здесь вот, видите, получилась целая голова, да? Из этих непенечек был побег с отвлеклением, но вместо того, чтобы дать один волчок, да, он дал целый пучок. Вот эту ветку я буду вырезать сейчас полностью под основание, потому что она за ум не берется, делом не занимается. Аз nuestras ноги, это будет не sulцит. Азербайк. Давайте посмотрим. Азербайк. 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 Убираем все больное. Угрушка, кстати, одна из самых прочных древесин. Листьевных растений. Вот этот волчок в прошлом году я срезала на почку. Вот он остановился, конечно. Заложил целых три плодовых почки. Ну и продолжил расти раньше. Дальше. Мы его все равно укоротим. Но укоротим именно на плодовую почечку. Нам не надо, чтобы он рос вверх. Нам надо, чтобы он водоносил. И давал как можно больше груш хороших и правильно вызревших. Чтобы она не запускала волчок, нужно обрезать желательно на ответвление. Если просто вот так вот я срезаю, она здесь пустит 3-4-5. А если вот так, проснется вот это и, возможно, вот это. И тут выхода нет. Вот так вот я срезаю. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok